В химико-токсикологической лаборатории Орского наркодиспансера до сих пор вспоминают осень 2021 года, когда лаборанты не выходили с работы сутками, проводя анализы на метанол. О том, что история может повториться, страшно подумать. А ведь совсем рядом в Самарской, Ульяновской и других областях погибли более 30 человек от отравления токсичным веществом. В Оренбургской области пока таких случаев не зафиксировано. На исследование поступает не больше проб, чем обычно. Мы определяем биоматериалы и смотрим уже, что там содержится. Этанол, метанол, запрещенные вещества. Не сами бутылки вы здесь анализируете? Нет, мы можем сами, если нам привозят спирт и метанол, под вопросом, когда нам это привозят, мы это тоже можем определить. Но работаем мы именно с биологическими веществами, определяем именно там содержание. Сырье для алкогольного напитка «Мистер Сидор», от которого гибнут люди, поступило со склада УМВД Самарской области. Это оказался конфискованный более 10 лет назад спирт. Он и стал основой для ядовитого коктейля с примесями метанола. Я просто хочу напомнить, что таких примесей очень много. Так называемые динутураты, они делятся на несколько категорий, но самым ядовитым и смертельным является метанол. Вот есть этаноловый спирт, есть метаноловый спирт. Вот та алкогольсодержащая продукция, которая содержит даже минимальные дозы метанола, она может быть либо смертельной, либо инвалидизирующей. К сожалению, метанол – это такой яд, который вызывает необратимые процессы в организме. Это может быть и слепота, и нарушение нервной системы. Человек может не ходить после, и даже если он выживет после употребления метанола. А вообще, даже после 25 мл метанола, если человек употребил его, может наступить летальный исход. Казалось бы, что может быть проще – не покупать и не употреблять мистер Сидор. Но основная сложность и опасность ситуации в том, что неизвестно, на какие еще алкогольные производства был продан конфискованный спирт. Те недобросовестные продавцы, которые занимаются розливом алкогольсодержащей продукции, которая содержит денатурат, и в том числе и метанол, они никогда не будут гарантировать вам, что… да они и сами, собственно, могут не знать. И не будут гарантировать, что они не поменяют этикетку, и человек не будет застрахован от того, что вместо того, чтобы принять какой-то пенный напиток, какой он будет называться, там, мистер Сидор или миссис Сидор, там, как хотите они его обзовут, или, я не знаю, летучие облака, или чебурашка, ну, вообще не важно. Никто не гарантирует то, что не будет заменена этикетка. Поэтому мы говорим о том, что только в магазинах и местах общепита, которые имеют лицензию на сбыт алкоголя. Единственная по-настоящему надежная гарантия – не употреблять совсем, ну, или соблюдать меру. Если вдруг при употреблении какого-то алкоголя вы видите, что человек неадекватно реагирует на употребление данного напитка, незамедлительно надо обращаться в скорую помощь и прямо говорить о том, что после употребления алкоголя человек неадекватен. То есть состояние опьянения не характерно для обычного употребления алкоголя. Запомните симптомы отравления метанолом – тошнота, головокружение, отсутствующее чувство опьянения, проблемы с созрением. Через несколько суток после отравления больного начинают беспокоить боли в суставах, поднимается температура. Кожа и слизистые становятся сухими, понижается давление, ускоряется сердцебиение, сознание путается. Возможны судороги и летальный исход. Одним словом, как бы весело не было телу, оставайтесь здравым уме и твердой памяти всегда. Татьяна Лакеева, Николай Баранников, служба информации, телерадиокомпания «Евразия».